Более 100 миллионов рублей на создание спортивных площадок получит Югра из федерального бюджета. Об этом в соцсетях рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона пояснила, что наш округ участвует в федеральном проекте «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». В рамках проекта Комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение субсидий нашему региону. Так, в 2022 году округ получит 22 миллиона рублей. В 2023-м 60 и в 2024-м еще 20 миллионов. Деньги пойдут на софинансирование создания в Югре двух умных спортивных площадок и одного модульного спортивного зала. В Березово местных жителей беспокоит волк. В декабре лесной хищник зашел в поселок и загрыз трех домашних собак. По словам обеспокоенных югорчан, волка видят в разных районах. То на объездной дороге, то в огородах соседей. Местные опасаются нападения голодного зверя на людей, однако власти уверяют, бояться не стоит. Глава поселения отмечает, что волк к людям не заходит, а видели его следы лишь на окраине. Кроме того, природнадзор уже проводит мероприятие по регулированию численности диких животных. Охотникам выданы разрешения на отстрел волка. Напомню, в ноябре этого года подобная ситуация произошла в Зеленоборске. Там хищник также терроризировал лишь собак. Здесь эту проблему решили с помощью отстрела. Отмечу, в обоих случаях жертв среди людей нет. Необходимо понимать, что полномочия департамента – это непосредственно охотничьи угодья. Если дикое животное встретили в черте города, либо на своем участке, то необходимо обращаться в полицию. Данное мероприятие будет проводить сотрудники полиции. В Югре создание интеллектуального продукта поставят на поток. В следующем году в Сургуте приступят к строительству научно-технологического центра. Об этом рассказал глава Сургута Андрей Филатов во время общественных обсуждений проектов развития крупнейших городов округа. Научно-технологический центр будет включать в себя образовательный кампус, технопарк, исследовательские базы. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, одной из самых важных для югорчан составляющих центра станут геномные исследования. Они направлены на исследование генов потенциальных родителей для уверенности в рождении здоровых детей. Специалисты будут сопровождать будущую маму от начала беременности до пятилетия ребенка. Проектная документация центра уже готова, и в следующем году город приступит к строительно-монтажным работам. Инфраструктурно, идеологически и даже эстетически это сформируемо так, чтобы мы стали привлекательными и могли в определенном будущем говорить о том, что мы привносим или формируем уже в валовом региональном продукте, уже интеллектуальную продукцию в виде научных изысканий, патентов, изобретений. В Кандинском районе отец выстрелил своего полуторагодовалого сына. Инцидент произошел в селе Кандинское. Мужчина, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и угрожал ей убийством, и всерьез намеревался реализовать угрозу. В квартире он хранил охотничье ружье. Женщина не пострадала. Выстрел пришелся в ребенка. Как сообщает пресс-служба окружного следственного комитета, мальчик получил тяжелые травмы ног. Его госпитализировали. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, а отцу придется ответить по закону. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемого. Расследование продолжается. Расследование продолжается.